Это не демонстрация и не протест, а всего лишь очередь в один из государственных магазинов Венесуэлы. Чтобы избежать такого явления, власти ввели ограничения на посещение таких супермаркетов. Теперь у каждого покупателя будут проверять удостоверение личности. По его номеру определяется день, когда он может прийти в магазин. Например, если номер заканчивается на цифры 0 или 1, то человека пропустят за покупками в понедельник. Если в конце номера стоит 2 или 3, то он может прийти во вторник. И так далее. «Очевидно, что теперь я не могу ходить по магазинам, когда не моя очередь. Но ведь у меня есть обязательства, и я не могу не выполнить их из-за похода в магазин за едой». Венесуэльский политик и лидер оппозиции Энрике Капрелес подверг критике, введённое правительством правила. «Давайте возьмём, например, понедельник. А что произойдёт, если человек в понедельник заболеет или потеряет своё удостоверение? Это означает, что он или она не будет в состоянии купить в тот день? И что венесуэльцы должны мириться с этим?» Госмагазины наиболее популярны в Венесуэле, поскольку продают товары по низким фиксированным ценам. Некоторые покупатели пользуются этим, чтобы подзаработать денег. Поэтому некоторые венесуэльцы поддерживают нововведение властей. «Я думаю, что это хорошая идея, потому что десятки людей приходят покупать для того, чтобы потом перепродать». Однако сейчас полки государственных супермаркетов практически опустили, и людям просто не хватает товаров первой необходимости. Причиной тому ослабевшая из-за падения цены на нефть экономика страны. Свою роль сыграли и новогодние праздники. Местные СМИ сообщают, что в одни руки теперь будет отпускаться ограниченное количество продуктов. Тем временем глава государства Николас Мадуро посещает зарубежные страны, такие как Китай и Россия, в надежде найти у них финансовую поддержку.